Ну а что, еще раз? Вольтер, свобода движения. Внимание, при покупке большой упаковки экономия 30%. Высокая и красивая столешница, проб стандарт, кедр. Украшение, создающее уют. Украшение, создающее уют. И сказать, что вот пиздеть-то вы вроде пиздите и что-то говорите все время. И хотите надеяться на то, что никто ничего хорошего делать не хочет. И что все кругом говно. Но это не так. Вот, вчера Агата мне перевела 5000 рублей. Вот, как хотите, так и понимайте это. Человек написал там сообщение мне очень приятное. Вот, и перевел мне 5000, при том, что, как вы знаете, вчера я уже ни у кого ничего не просил. И сказал, что я, в принципе, понял все с хейтингом ебаным. И решил, что теперь я просто организую платный вебинар. И чтобы никому не бомбило, кто захочет заплатит за вход. И будет слушать то, что я говорю. Кто нет, тот нет. А у кого-то что-то там как-то просить и вообще что-то говорить. Я уже понял, что люди по природе своей в большинстве случаев, блядь, жадные. И любят просто говорить какое-нибудь говно. Поэтому не буду я больше в это влезать во все. Не хочется просто. Но, да нет, здесь наверняка есть. Просто они, скорее всего, уже не пишут. Они слушают. А потом, возможно, где-то что-то обсуждают. Агата, это постоянный слушатель, который у меня сидит здесь в Перископе вместе с вами, с другими постоянными слушателями. Видимо, вчерашний мой настрой ее, видимо, ввел в такое уныние, что она решила поспособствовать улучшению моего настроения переводом 5000 рублей. На самом деле, очень неожиданно, очень приятно. И, знаете, блядь, я хочу вам сказать, что... Блядь, как бы это так объяснить-то, чтобы было в двух словах, не длинно, но было понятно. Просто в такие моменты ты понимаешь, что есть такие люди, которые делают что-то не для того, чтобы это было показательно или еще что. А вот просто берут и делают от души. Молчат. То есть, вы же понимаете, что девушка явно не ждала, что я буду это обсуждать и говорить ей спасибо на публику. Это просто мое личное желание, моя благодарность. Ну, в общем-то, это все, что я хочу сказать, чтобы не рассусоливать, так сказать. Реально, Агат, спасибо, мне очень приятно и, ну, лишним не будет в нынешней ситуации. К сожалению, ситуация не очень приятная. Но, тем не менее, я думаю, что выплывем и все будет нормально. Ничего страшного. Делаю небольшой доклад по сегодняшней ночи и по сегодняшнему утру. Уснул я сегодня немножко позже. Уснул я сегодня не в районе четырех, а в районе пяти. Но, тем не менее, это абсолютно точно так же по сну все выглядит. То есть, если я засыпаю в четыре, значит, я просыпаюсь в восемь. Если, привет, пацаны, до минут пять. Значит, если я засыпаю не в четыре, а в пять, значит, я просыпаюсь в девять. Ну, то есть, стандартные четыре часа я сплю. Больше организм не спит по непонятным пока что мне причинам. Видимо, просто, я говорю, нервная система вот так вот сейчас настроилась. Это ее, как бы, режимы. Честно говоря, я даже не хочу пытаться внести в это коррективы уже никакие. По причине того, что вот это время я сплю четко. Да, потом я встаю. Вроде бы у меня где-то часа четыре есть после этого бодряк. И потом я выключаюсь. Ну, то есть, привет. Потом я выключаюсь. Опять же, часа на три. Ну, то есть, и засыпаю. Поэтому, видимо, ну, как бы, организм сам выбирает свой режим. Вот. И, ну, в таком, привет, привет, и в таком режиме, как бы, он функционирует. И, ну, я уже не вижу смысла пытаться что-то, как бы, переотладить. Потому что, там, отход ко сну я, как правило, пытаюсь осуществить, начиная с двух-трех часов ночи. Но организм вот так засыпает, и все. Я рад, на самом деле, что он, по крайней мере, засыпать начал сейчас. Потому что до этого, блядь, это не удавалось сделать. Ну, как вы помните, я вам говорил, я спал по полтора часа. И то с большим-большим натугом мне это давалось. Что я начал пить. В принципе, послушал то, что вы мне написали. Решил в качестве эксперимента просто, как обычно, смешивать одно и другое. Ну, вроде как этого... Ну, не сказать, что прям пиздец хватает. Но более-менее действует пока. Я беру 15 миллиграмм мелатонина и валерьянку. Все, валерьянкой запиваю мелатонин и иду спать. Через какое-то время, вроде, выключает. Ну, радует хотя бы то, что мне начали какие-то сны сниться. То есть, до этого снов я не видел вообще. То есть, я как будто, блядь, в пустоту проваливался. И так же неожиданно из этой пустоты вываливался обратно. Вот. Сейчас как-то это больше похоже все-таки на сон. То есть, я вроде просыпаюсь. Хорошо, домик, спасибо. Больше похоже, по крайней мере, уже на какой-то сон. Все-таки более или менее. С Донормилом. Андрюх, я сегодня вот пойду в аптеку, мне надо бифиформ купить себе. Я спрошу там или Донормил, или Фенибут. В принципе, еще советуют мне, чтобы я супрастином вкидывался. Но супрастин действительно вырубает нереально. То есть, как бы... И вырубает он довольно сильно, и вроде как без отходников. Но все-таки это противоаллергическое средство. И сидеть на противоаллергическом средстве, это не очень хорошо. Вот. Поэтому, наверное, спрошу Фенибут, попробую. Я его никогда не пробовал. Есть такие люди, да, которым не снятся сны вообще. Но я к этим людям не отношусь, и мне всегда сны снились. И если мне сны не снятся, то это значит, что у меня что-то с психикой нехорошо. То есть, как бы, это априори... Привет. Это априори значит, что... Что, как бы, что-то не того с тобой. Поэтому... Блядь, небольшая изжога. Но это из того, что я сейчас ощущаю. При том, что вчера я таблетки не вкидывал специально, чтобы дать немножко отдохнуть пищеводу. Вот. Значит... Но тем не менее, изжога легкая и есть. Но сегодня уже таблетки надо будет закидывать опять. Не получится не вкидываться ими совсем, естественно. Вот. Вчера я сделал второй день загрузки углеводами. Потому что подсъежило немного. Вот. Естественно, высох сильно, но... Начало съеживать меня. Я понял, что, как бы, это не есть хорошо. И вчера я грузанул 500... 560 грамм круп. Не считая утреннего приема. 80-граммового. Вот. 560. А было у меня уже в два раза меньше почти. Вот. И, ну, соответственно... Вроде как немножко под это... Компенсируется вроде немножко. И без потери качества. То есть, видно просто, что мышцы начали испытывать вынужденный дефицит. Вот. Сегодня, да, сегодня я еще один день прогружусь. Потому что, как бы, я прогружаюсь и смотрю за динамикой формы. Потому что, если пойдет меня заливать, или я пойду заплывать, то, естественно, это, ну, уже нельзя делать. Вот. Моя задача просто оставаться, как бы, наполненным сейчас и не пересыхать. Вот. Но при этом процесс сушки, естественно, должен идти. И складка должна становиться тоньше. Вот. За сегодня она тоньше не стала за ночь. Но она не стала толще. А это значит, что, как бы, ну, я сделал вроде как все правильно. Вот. Сегодня я потренирую руки. Попробую вам выгрузить, может быть, фото, может быть, видео. Ну, что получится в Инстаграм. Чтобы вы посмотрели нынешние актуалити. Вот. Ну, так сказать, заценили слегка, на каком уровне сейчас я подготовки нахожусь. Надеюсь, что получится сегодня сделать тренировку раньше. Почему хочу раньше? Потому что завтра приедет, я вам уже рассказывал, Луценко. Вот. И, соответственно, как бы мы будем тренировать ноги. Поэтому я хочу сделать между тренировкой сегодня и тренировкой завтра не 24 часа, а часов так 36. перерыв, чтобы больше времени организм имел возможности на восстановление и на загрузку углеводную. Ну, вообще, откровенно говоря, я... Сейчас я отвечу на вопрос про ноги. Просто сейчас мысль закончу. Я не могу сказать, чтобы я прямо сейчас пиздец жестко экспериментирую, но некоторые вещи, которые я сейчас делаю, я делаю немножечко отлично от того, как это я делал всегда. Да, я не сильно отклоняюсь от того, как я это делал всегда, но небольшие коррективы... Я знаю, что от свечи. Но небольшие коррективы я все-таки вношу. По причине того, что, во-первых, я вешу больше, а значит требуется, ну, просто нутриентов больше. И второе, по причине того, что очень-очень не хочется пережигать себя. И, естественно, как бы, ну, за формой мы следим. Сейчас с Вишневским я ему отсылаю регулярно фотографии. Ну, вот, как вы знаете, Вишневский, он такой поклонник, лучше перебдеть, чем недобдеть, то есть. Но, тем не менее, как бы, знаете, раньше времени перебдевать тоже не хочется. Потому что, в принципе, жопа полосатиться начала. На квадрицепсах поперечная сечка уже видна. Вот, а это значит, что складка кожи, она уже, ну, достаточно тонкая. То есть, дельта отделилась полноценно от руки. То есть, если я поднимаю руку, то уже трицепс, там, головки трицепса. И, ну, все это видно, короче. И она уже четко отделяется от непосредственно дельтовидной. Дельтовидная, соответственно, уже делится на пучки. Все это в полосах, все это видно. Вот, поэтому, ну, я не думаю, что нужно продолжать гнать вот это низкое количество углеводов и большое количество кардио. Потому что в таком случае, конечно, качество станет еще лучше. Глубины станет еще больше. Но абсолютно точно с моим обменом веществ пойдет потеря веса и пойдет, ну, я гореть начну. Я просто, блядь, я очень, сука, чутко реагирую. На это я чувствую, как только у меня гореть организм начинает, блядь. Это, ну, раньше времени не надо. Я понимаю, что я 150 килограмм в межсезонье весил, знаете, и там, блядь, плюс-минус 5 кило пережженных там дохуй с ним. Типа поглубже буду, ну, это же как бы невероятные такие цифры, вы же понимаете. Так, что хотел еще сказать. А мне неинтересно вообще говорить про Шреддера. Ты ни хрень спросил, и ни ни хрень, просто мне насрать и все. Да, кручу я только велик. По поводу ног, пока не забыл. По поводу ног, знаете, я даже догадываюсь, почему вы интересуетесь вопросом, как выглядят мои ноги. Потому что сегодня в Generation Bodybuilding загрузили фотографию Крылова, на которой, собственно, он стоит в коротких каких-то шортиках или плавках. Я видел эту фотографию. Могу сказать только один комментарий. Сейчас попытаюсь коротко, но ясно. Там ничего не делится. Это все, что я могу откомментировать. А, соответственно, какая там, какой там обхват по сантиметрам, что там, как. Я не увидел, там вообще ничего не делится. Я увидел там только вены. Поэтому больше никаких комментариев давать не хочу. Большое и большое. Это точно так же, как руки. У вас, может быть, на сантиметровой ленте 60 сантиметров. Но толку в этих 60 сантиметрах, блин. Хоть 60, хоть, блядь. Да хоть сколько, какая разница. Все должно делиться. Во всем должна быть глубина. На сцене не видно по сантиметровой ленте, у кого сколько. Вот. Так что... Могу сказать, что сейчас глубина ног у меня, на данный момент, сейчас глубина ног у меня такая, какая не была даже уже на соревнованиях в Краснодаре. Вот это все, что я могу вам сейчас откомментировать по ногам. Вот. Больше ничего не скажу. Вы, наверное, заметили, что у меня рожа обросла опять пухом. Вот. Я его опять не брею. И я опять начал превращаться в бомжа визуально. Вот. Это не потому, что... Так, значит, давайте еще для несведущих. Что случилось с магазином? Знаешь, я отвечу тебе примерно так, как Владимир Путин ответил на вопрос о подводной лодке Курск. Владимир Владимирович, что случилось с подводной лодкой Курск? Она утонула. Вот и все. Если, ребят, как бы вам это тяжело осмыслить, что подводная лодка утонула, блядь, то, как бы, ну, что я еще могу говорить? Блядь. Одни спрашивают, почему ты не работаешь в новой арене, блядь. Ты отвечаешь, потому что я уволился. Почти, а что случилось с магазинами, блядь? Я не знаю, какая должна быть сказана фраза, чтобы стало понятно. Я телепортировал их на Марс, блядь. Может быть, так звучит как-то более захватывающе. Так что, блядь, хватит тупить, ребят. У всего есть свой жизненный цикл, блядь. Значит, если они закрыты, блядь, наверное, значит, что их жизненный цикл закончился. И смысла в их продолжении, их работы, наверное, нету, очевидно, да? Не тупите, ладно. Так, поехали дальше. Ну, собственно, кстати, да, вопрос про сиськи. Как видите, все полосатое. Я не знаю, видно вам или нет, но по сравнению с тем, что я вам показывал еще даже, наверное, 3-4 дня назад, вы можете видеть, что я сейчас даже сильно не напрягаюсь, уже полосами все идет. Отличный вопрос. Когда я буду выступать? Хочется на этот вопрос ответить. Это, блядь, большой секрет, и этого никто и никогда не узнает. Судя по всему, тоже вы являетесь моим постоянным регулярным подписчиком, ибо вопросы эти мне уже начинают доставлять. Да, крайне кстати, кстати, крайний раз про постоянных подписчиков. Не могу не поделиться. Вот говорят, что мне бомбит, да, но на выходе, конечно, я понимаю иногда, что есть такие люди, которые являются не просто моими постоянными, блядь, фанатами, а, по-моему, вот, если я пукнул, он ходил бы сзади, вдыхал в себя этот запах. Вот, при том, что, как бы, он себя позиционирует, как неебический хейтер. Не могу не уделить ему внимания, просто чтобы вы поржали, если честно. То есть, человек, который сейчас, как я увидел, да, комментирует в каждой группе каждый пост, посвященный мне, каждый день по несколько комментариев. Причем он не ленится писать комментарий трехтомовый размером, блядь, больше, чем «Война и мир» на целый один том. Вы можете себе представить, при том, что по аватарке это человек, у которого есть ребенок, это какой-то, блядь, дядька, нахуй, да, то есть, он считает мои бабки, он, блядь, следил за контрактами моими с пюром, он просто, блядь, настолько озабочен тем, что я делаю, как я делаю, когда я делаю, зачем я делаю. Ну, это, блядь, цирк, ну, живите вы личной своей жизнью, но если вам бомбит от того, что я вас забанил, ну, значит, вы мне не понравились, блядь. Вот. По большому счету, ну, зачем, блядь, я не понимаю. То есть, когда человек начинает писать про тебя постоянно, много и везде, это уже априори обозначает, что он к тебе настолько, блядь, неравнодушен, что он даже засыпает, блядь, с моей фотографией и, может быть, с видео моими, и, видимо, с ними встает, просыпается, и когда его ребенок, наверное, подходит к нему и говорит, папа, я хочу есть, он говорит, сынок или там доченька, пойди-ка в детский садик, папа занят, папа смотрит за Валерой, и он должен написать сейчас немного про Валеру, потому что если он не напишет про Валеру, то день у него прошел зря. Ну, блядь, жалко таких людей, жалко. То есть, понятно, что у него нет ни личной жизни, ни как бы, да ничего у него нету. Он живет моей жизнью, но, в принципе, хочу сказать, что лучше пускай он живет моей, потому что моя жизнь в любом случае, ну, как минимум, в ней больше смысла, чем в его. Может быть, это грубо, но по факту это так. Я вам вчера рассказывал большую историю по поводу того, кто для чего живет, и что у кого-то функция поставить подножку, вы помните, да, а у кого-то функция, блядь, упасть рожей в дерьмо, а потом родить великого политика, а у кого-то назначение стать великим политиком, да, ну, может быть, его функция и заключается в том, чтобы везде подставлять подножки, блядь. Ну, значит, должен ее осуществлять качественно, он старается, он молодец. Так, вот, значит, я не мог не поделиться, просто чтобы вам был повод что-нибудь обсудить, поржать там между собой, потом, ну, обсуждая очередной выпуск моего перископа. Я вообще стараюсь, чтобы, блядь, ни один мой перископ для вас не был, так сказать, пустым, чтобы вы в любом случае получили из него, привет, какую-то информацию, или информацию непосредственно связанную с этим видом спорта, или просто инфу для обсуждения того, какие люди бывают, где, что, как. Тупой вопрос, минимум, все индивидуально, блядь. У меня 500 грамм, я уже говорил, как я могу тебе откомментировать, чтобы написать, сколько тебе нужно углеводов, нужно понять, как ты питаешься. А это индивидуальная работа, индивидуальная работа стоит денег, спасибо. Значит, какие ферменты я пью? До сих пор еще не начал никакие, но я думаю, что сейчас буду подключать какой-нибудь мизин. Вот, когда совсем, как бы, нужно уже, чтобы была облегчена работа максимально с желудка, то, естественно, подключается крион, и чем больше его цифра, тем... Что-что? Не понял, что ты написал от имени Лиза. Значит, ну вот, и чем больше цифра рядом с надписью крион, тем он жестче. Так, ладно, ну что, ребят, начинаем тогда, я думаю, баны, да? Поехали. Вот. Видимо, люди не понимают, что я не консультирую просто так, они, видимо, рассчитывают все так же какую-нибудь хуйню писануть. Убираю ли я соль на загрузке? Я хотел бы ответить вам на ваш вопрос, если честно. Я понимаю, что, ну, есть из вас тут ребята, которые, возможно, уже и выступают, и их интересуют детали подводки, например, да? Но, блин, ребята, извините, есть такие вот, серьезно, привет, есть серьезно такие вещи, которые, ну, я и за деньги не расскажу. То есть, ну, не потому, что я гондон, а потому что, ну, я, вот, блядь, не расскажу и все. То есть, у меня своя специфика работы с солью. Она, опять же, совершенно не факт, что она вам подойдет. Вот. Возможно, что она вам не подойдет, потому что, что углеводы, что натрий, это совершенно вещи индивидуальные. Значит, отвечаю на вопрос, про что можно спрашивать, про что нельзя спрашивать. Спрашивать можно, привет, про что угодно. Но отвечать на вопросы я буду выборочно. Почему? Потому что есть такие вопросы, которые требуют развернутого ответа. А развернутый ответ априори обозначает, что я должен в этот ответ вложить энное количество своих знаний. И тут возникает вопрос, зачем мне просто так давать свои знания. Я уже миллионный раз объясняю, я свои знания продаю за деньги. Вот. Поэтому это называется консультация. Она стоит 3000 рублей. Либо сейчас будет вебинар, блядь, на котором я тоже буду зарабатывать деньги. Он будет стоить от 250 рублей. Да все можно спрашивать, ребят. Просто видно иногда, когда вопрос реально тупой. То есть, ну, вы не обижайтесь на меня. Я вижу, что вы новенький. Вот по аватаркам, по вашим и по названиям. Я баню не тогда, когда вопрос тупой, а когда я понимаю, что автор вопроса уже безнадежно тупой. То есть, ну, он задает вопрос, понимание формулировки которого у него нет вообще. Как можно спросить, ну, что я буду объяснять человеку, который говорит, что лучше-то, турик или суст? Вы понимаете, что суст это инъекционный, блядь, набор видов разных тестостерона, а орал, туринобол, это, блядь, как минимум оральный препарат, который, блядь, более является все-таки анаболическим, блядь, стероидом, нежели андрогенным. Если человек не понимает разницы между анаболическими и андрогенными стероидами, оральными и инъекционными препаратами, то мне жевать-то ему тут нечего. Он не то, что не в теме, он просто только, блядь, только-только, блядь, где-то прочитал название. Мне не о чем с ним говорить. Для меня он овощ, блядь, вот и все. А если вопрос задается из разряда, Валера, вот какой эфир мне лучше применить, да, например, то есть, блядь, вот я вот не могу понять, что лучше, там, мне человек спрашивает, например, да, нандролон-деканат или там нандролон-фенилпропионат. Но на эту тему я еще могу с ним побеседовать и как бы даже, ну, не беря за это деньги, потому что я хотя бы понимаю, что он уже вник в суть вопроса. Понимаете, да? А так просто, блядь, ну, какому-то залетному пиздюку 14 лет, который решил тут, блядь, задать какой-то вопрос, нахуй, на который он даже ответа не поймет. Но это все равно, что, блядь, я сейчас начну обсуждать с профессором какого-нибудь этого самого Академии Наук, блядь, вопросы этого самого квантовой физики, ебты. Я ему буду говорить, слушай, а там, че, как там, нейтрино-то сейчас поживают нормально, он скажет, слышь, блядь, иди-ка ты нахуй, а, долбоеб, блядь. Вот и все. Ну, нужно же понимать хотя бы что-то, когда ты об этом пытаешься что-то выяснить. Я не люблю людей, которые просто пиздят. Можно съесть немного сахара, почему нельзя? Препараты, которые я принимаю, не могут подавлять выработку гормона сна. Препараты, которые я принимаю, блядь, в совокупности с моей диетой и тренировочным режимом, могут не гормон сна подавлять, а возбуждать нервную систему. Я это уже объяснял. И чем дольше ты находишься в таком состоянии, тем сильнее она возбуждена. Значит, давайте договоримся все-таки. Я уже сказал, вебинар будет через неделю. Анонс вебинара будет в группе. Хотите задавать вопросы про фарму, про тренировки, блядь, про диету. Мне нужны бабки, вам нужна информация. Платите вход за вебинар, блядь, и заходите и задавайте вопросы. Я буду отвечать на них, и все. Не хотите даже 250 рублей платить? Хотите, блядь, на халяву? Ну, велкам, ищите, где халява. Давление 140 на 80. Ну, если ты весишь больше 100 килограмм, я думаю, вполне себе, да. Ну, так естественно, вебинар будет в интернете. А как еще может вебинар проходить? Он от слова веб, что значит как бы сеть, естественно. Оплатить. А там будет ссылка. Ну, через... Это платформа специально. На Ру-Вебере будем проводить вебинар. Ребята уже выбрали. Два часа будем семинариться, вебинариться. Вопросы затрону и фармакологии, и питания. То есть, все, что успеется уложить в этом вебинаре, соответственно, уложу. Потом будут следующие части. Мы решили, с ребятами посидели, подумали и решили, что это вполне себе достойный вариант заработка, с помощью которого я буду, блядь, зарабатывать деньги, а вы получать информацию. Кто успеет, тот получит. Кто не успеет, зайдет на следующий вебинар. Ну, вот и все. От 250 рублей, и каждый день будет цена повышаться. Чем ближе к вебинару, тем дороже. Вот и все. А начнется от 250, да. А потом его, естественно, удалят. После того, когда я его проведу. Веб-майни, честно, еще не делали. Скорее всего, мы будем делить, потому что я уверен, что вопросы по фармакологии, по спортивному питанию, по тренировочному процессу, по подводке к соревнованиям и по диете, и там количество будет их такое, что просто нереально будет в 2 часа на все ответить. Поэтому, скорее всего, просто мы будем работать по принципу либо, блядь, все, что успеваем, и теперь ждите следующей части, либо будем разбивать его на тематики. Вот так вот. Я склоняюсь все-таки больше к тому, чтобы тематика была обобщенная. А вебинары будем, соответственно, проводить неоднократно, потому что, ну, вопросов-то явно будет много. Нереально ответить за 2 часа на все сформулированные вами вопросы, и как бы, блядь, чтобы все все услышали и остались довольны, потому что успели все задать. Это нереально. Ну, с другой стороны, я считаю, что это абсолютно приемлемо от 250 до 1000 рублей заплатить за то, чтобы никуда не ходить, никуда не ездить, а иметь возможность перед монитором компьютера задать мне, блядь, интересующие вопросы и получить на них прямые ответы. Вот и все. Ну, а кому дорого, кто считает, что надо бесплатно, пускай ищет бесплатно. Я считаю, что, блядь, квалифицированная информация, блядь, должна стоить денег. Я же не хожу к юристу просто так и не говорю, чувак, составь мне договор. Я вот хочу, чтобы мне тут договорчик заебенили и купли-продажи. Давай, составь. А он говорит мне, да конечно, Валер, садись, не вопрос. Сейчас отменю все свои дела и захуярю тебе и договор купли-продажи, и договор цессии, и что хочешь. Да сделай запись и сделай запись. Ты понимаешь, есть такое, блядь, название, авторские права. Его никто не отменял и достаточно будет только нажать кнопочку пожаловаться, как это видео будет везде заблокировано и все. Автор, блядь, данного видео я и авторские права на него мои. И, кроме того, никто не отменял лицензионное соглашение, которое формулируется абсолютно в пять минут, и из интернета копируется, ставится вниз страницей. И в случае, если ты эту информацию тиражируешь и копируешь, то ты несешь полную ответственность, блядь, за то, что ты делаешь. Так что, ну а смысл? Растиражируют, заблокируют, вот и все, пожалуюсь, да и все. Это быстро делается. Вообще, странные люди, конечно, я хочу сказать. Реально, вот чисто неправда, что ВКонтакте пофигу на авторские права. Где это ты такое видел, чтобы ВКонтакте, блядь, тиражировались новые фильмы, например? Только, блядь, запостили, ты, нахуй, жалобу нажал, фильм все, фильма не найдешь. Нужно заливать заново, соответственно. В следующую субботу, в 8 часов вечера, мы сейчас затестируем платформу, затестируем переводы денег. И в группе Валерона, тестостерона и в угарной качалке появятся ссылки, информация о вебинаре, и возможность, соответственно, оплаты и записи, и все реквизиты. И все это будет сделано официально через платформу RuWeber. Так что мы, как всегда, будем одними из первых, мы молодцы, и за это спасибо ребятам, кто сейчас мне помогает это делать, потому что я сейчас туп, насколько это возможно быть тупым. Ну, в плане, я не отвлекаюсь на всякие вот такие вот сложные моменты. Это инициатива моих ребят в чате, моей группы поддержки, моих постоянных чатовцев. Вот. Я же сказал, от 250 рублей потом каждый день будет подниматься, чем ближе к вебинару. Вот. И это их инициатива, это они решили помочь мне просто в плане, каким образом придумать сейчас поднять бабла. Вот. Сами выбрали платформу. Естественно, блядь, они сами будут на этом семинаре. Вполне возможно, кто-то там из них будет модерировать, что там они будут делать, я не знаю. Мне похуй, что они будут делать, блядь. У них все права, короче. Главное, чтобы они себе все бабки только не вывели, блядь, своего вебинара, блядь. Валер, да сейчас замутим, блядь, все организуем. Такой Валера провел, блядь, тысяча человек на вебинар, короче, записалось, блядь. Напереводили Валерона 250 косарей. Ну, в смысле, Валерон надеется, что ему напереводили 250 косарей. Думает, блядь, ну слава тебе, господи, билеты покрыл, гостиницу покрыл. И даже осталось денег, блядь, на гормон роста, короче, чтобы нормально подготовиться, блядь, до, как бы, всех необходимых важных стартов. Потом такой, блядь, на карту на свою заглядывает, а там ноль. И ребят такие в этом, блядь, в чате такие Валерон, спасибо, заебись. Ну вот, короче, да, спасибо, я знаю, я гомосек еще-то отдаю. Забыл, что-то вы там меня спросили, просто слово пидор меня как-то немного отвлекло, знаете. Когда тебя называют пидором, а ты без того знаешь, что ты гомосек, как-то некомфортно становится, думаешь, да я в курсе, я в курсе, спасибо. Илья, а я тебе отвечу, пошел нахуй, да, окей? Вот, все, ребят, Илья улетел. Да нет, ну, блядь, почему они должны помогать за деньги? Они просто выбрали платформу, блядь, и организовывают, блядь, сбор денег. Ну вот вы странные люди, конечно. Я, блядь, иногда просто не понимаю вас. Серьезно, не понимаю. Даже вопросов не понимаю. То есть выбрать платформу и помочь организовать вебинар должно стоить денег. Но когда я просто говорил, давайте, блядь, соберем бабло, все сказали, не, нихуя, бабло не будем собирать, что за хуйня? Давай, Валер, не будем собирать бабло, давай организуем вебинар. Но чтобы организовать вебинар, Валер, давай соберем денег. Ну вы чё, ребят, ебанулись, что ли, серьёзно, блядь Вы вообще, блядь, из какой вселенной сюда нахуй прилетели-то, блин Такое ощущение, что каждый, кто слышит, что живухину на карту есть вариант, что зайдут какие-либо деньги Причём совершенно не имеет значения, будут ли живухину на карту заходить деньги за что-то Или будут живухину заходить деньги на карту, блядь, просто так нахуй Это не имеет значения, значение имеет только факт, заходят деньги живухину на карту Или не заходят деньги живухину на карту И вот в случае, если живухину на карту деньги заходят, у людей мгновенно рвёт пердаки Причём рвёт их так, что, блядь, фейерверк видно в Праге, блядь, мне кажется А если, блядь, живухину на карту деньги по какой-то причине не заходят Тогда пердаки этих людей находятся в состоянии покоя Знаете, они такие, как нейтроны, блядь Типа, хорошо, деньги не зашли А, ну я так и знал, ему деньги не зашли Да, пошёл так Кого там забанить, я не успеваю, подождите Сейчас Всё, парень, парень полетел, у него какие-то проблемы Он, наверное, ебалом по клавиатуре ездит просто Вот Азм есим, да, добрый день Так Вот Не знаю, мне кажется, надо быть немного попроще, блядь И начать Значит, реальные вебинары Это не вебинары, а семинары Вот От слова семинарить В семинарии Вебинары Это от слова в интернете Реальные вебинары Точнее, семинары проводить я не буду Почему? Потому что я сижу на диете Это первое Второе Нахуя мне ездить по каким-то магазинам Блядь, по каким-то городам И Тридцати человекам по два часа сидеть что-то вещать Чтобы, блядь, собрать Двадцать тысяч рублей Когда я могу Не выходя из дома Сделать абсолютно то же самое Любой человек, блядь, в самой далекой глуши До которой не долетит ни один самолет, блядь Любых российских авиалиний В состоянии зайти в интернет Заплатить за вход И всё послушать Для чего мне куда-то ехать? Ответишь на вопрос? А пофоткаться вы можете и с моим еблом на мониторе компьютера Правильно? Вы говорите Валерон, а можно с тобой сфоткаться? Я говорю Конечно можно, братва Улыбаюсь вам с экрана Вы представляете рядом с моим лицом свой член Фотографируетесь и говорите На, сука, на, на, козел, козел На, деньги собирает, мудак Получай, получай, пидарас Вот тебе, сука Ну и выкладываете потом во все группы Как вы на Валерона клали хуй Ну это вам, как бы, хейтерам, кстати, совет Там, да, за Донбасс, там, за горловку Все дела Давай, иди, спокойной ночи, короче Вот И выкладываете потом везде и говорите Вот так я тебя, сука Вот так я тебя поимел просто Поимел в натуре Вот А я тебе скажу по поводу этой идеи Я боюсь, что так никто не сможет сделать Знаешь, почему? Ответ очень простой Пиписька маленькая Понимаешь? Не будет позориться Выкладывая свою маленькую сморщенную писюшечку 15-летнюю Небритую Понимаешь, блядь С яйцами на разной высоте И фотографировать ее С моим интеллектуальным выражением лица Ну не будет просто и все Потому что, ну, слабовато Слабовато Понимаешь? А у меня классная У меня отборная У меня все охуенное С ног до головы С головы до ног Понимаешь? Вот такие дела А вообще хочу сказать Что если кого-то интересует В том числе даже размер моего члена То у вас реальные проблемы Серьезно То есть стоит уже обратиться Либо к доктору Либо сразу к священнику Съять Не, ну просто серьезно Мне уже это доставляет Это же мне, если честно Ребят, мне уже, если честно Вообще насрать Понимаете? Это вот абсолютно Равноценно тому Как наш президент Вещает через телевизор Поздравления с Новым Годом Да? Вот А рядышком какие-то Блядь Ты что-то почта Мразь ебаная Как же вы меня достали Вот А какой-нибудь пиздюк Сидя у себя дома Опять же в своем Трепиздещенский Да? Показывает телевизору Фак Фотографирует селфи И потом куда-то Выкладывает тебя На! На! Вот такой вот я Я тебе фак показал Ты там у себя Вон там А я тут у себя Вот здесь Фак тебе Фак тебе Получай Получай Я наказал тебя Да кого ебет, блядь Да наказывай ты сколько хочешь Блядь Хоть хуй свой фотографируй Хоть фак показывай Хоть жопу голову Блядь С волосатым очком Блядь Какая нахуй разница Блядь Вот лично мне Интересует Блядь Результат Блядь Результат Блядь Для меня Это зачисление денег На мою карту За мой проведенный Вебинар Блядь И если Нам с ребятами Удастся Блядь Совместно Это сейчас организовать И провести его хорошо И собрать Достаточное количество денег А мне Нет Черный список Он у меня безграничен Как черная дыра Вот И собрать Достаточное количество денег Вот То я буду считать Что идея хорошая Могу сказать Что если Вот реально Хочу сказать Пацанам Кто сейчас Занимается Организацией Вебинара моего Честно скажу Пацаны Если на карту Зайдет Сто тысяч И выше Вот Я вам отвечаю Блядь Двадцать процентов Вы можете забирать себе То есть Вы дадите мне Карты Кто этим занимается Я вам выведу Из этих Сто тысяч Двадцать тысяч На ваши карты Просто за то Что вы тратите На это время И это организуете Зайдет Двести тысяч Выведу Сорок тысяч Вам Это не проблема За слова Как вы знаете За свои Я отвечаю Поэтому Сейчас это Все слышат И Ну Просто за уважуху Блядь Что вы делаете Это для меня И все Вот А кто Соответственно Сидит И просто Где-то там У себя Пиздит Ну Пиздеть Не камушки Ворочит Ребят Серьезно Ну Это Блядь Не разговор Даже Вообще Вот Поэтому Да не надо Заниматься Подсчетом Чужих денег Не надо Блядь Сидеть И Хейтить Кого-то Ну Пацаны Двадцать сорок Значит Будем дублировать И проводить Еще Значит Будем дублировать И проводить Еще Пока Не наберется Блядь Нужная сумма До соревнований Сорок дней Ее нужно Собирать И Как бы Ну Смотрите Как Стоило мне Сказать Блядь Про деньги Уже Появились Помощники Это В чате Все С ребятами Решать Это Уже Не ко мне У меня Инициативная Группа Есть Это Все Теперь Все Решает Моя Инициативная Группа Я Уже Ничего Не Решаю Вот Так Вот Короче Что я Хотел Сказать Я Ни одного Из пиздюков Который В комментариях Под моими Постами Пишет Блядь Что-то Да Вот Ну Типа А козел Там Блядь Деньги Собирает Или еще Что-то Вот Ну Я же Не считаю Мне Глубоко Насрать Сколько Вы В вашем Селе Зарабатываете Или Не Зарабатываете Я Не Понимаю А почему Вас Должно Волновать Блядь Сколько Зарабатываю Я И как Я Это Зарабатываю Жопой Блядь Своей Я Не Торгую Блядь На Телефон На Камеру Я Не Драчу Если Блин Люди Решили Что В сложенной Ситуации Блядь Надо Сделать Пост О том Что Мы Собираем Бабло Блядь Я Просто Дал Добро И Все Реакция Была Негативная Это Было Ожидаемо Я Сразу Сказал Геро Пацаны Реакция Будет Негативная Они Говорят Да Хуй С ним Насрать Кто Захочет Тот Переведет Ну Сделали Пост Ну Посмотрели Увидели Что Реакция Негативная Я Ну Собственно Как И Ожидалось Полили Говном И Больше Ничего Удалили Пост В этот же День Пацаны Говорят Валера Давай Проведем Платный Вебинар Я Говорю Давайте Давайте Пробовать Все За Несколько Дней Вопрос Был Проработан Вдоль И Поперек Вот И Все Поэтому Короче Я Говорю Кто Со Мной Тому Я Благодарен Тех Я Ценю И Уважаю Блять Кто Против Меня Ну Мне Доставляет Удовольствие Заходить На Ваши Странички Открывать Ваши Фотографии Сохранять Их Себе На Телефон А Потом Выкладывать Их А Потом Выкладывать Их Знаете С Подъебками Всякими Типа А Вот Так Выглядит Эксперт По Синтолу Или А Вот Так Выглядит Человек Который Посчитал Мои Бабки И так Далее И так Далее Ну Я Там Ни Одного Достойного Не Увидел Если Честно Все Как Один Ушлепки Просто Обиженные Жизнью Вот Так Давайте Сменим Тему Короче Я Думаю Что Те Кто Был Не В курсе Того Что И Как Я Сейчас В принципе Рассказал И Вы Немножко Вникли Так Да Да Хуя Лет Я Лоб Морщинистый Блять Это Все Из-за Баб Доконали Вы Меня Нахуй Тупые Овощи Я Не Про Всех Я Не Про Всех Я Про Большинство Кстати Блять Кстати Знаете Че Ребят Во Во Ща Поржете Я Короче Понял Вчера Что Из Я Думал Ты Напишешь Когда Драчу Я Хотел Сказать А у Меня Когда Драчу Но Сейчас Я Уже Не Драчу Поэтому Этой Проблемы Меньше Че Хотел Сказать Короче По поводу Развлекательного Контента Немножко Давайте Хватит Заебало Умничать Уже Все У меня Батарейка Садится Пойду Сейчас Мясо Есть Ну Вот Хотел Сказать Вам Следующее Вчера Я Долго Думал Блять И Пытался Разделить Людей На Разные Сегменты Ну Знаете Бывает Меня На Философию Тянет Самого С собой Знаете Я Сижу Когда У меня Депрессивное Состояние И Начинаю Блять О Мироустройство Продумывать Такое У себя В голове По полочкам Раскладывать Ну Я Короче Понял Вчера Что 99% Людей Они Все Таки Являются Овощами Оставшийся 1% Это Люди И Потом Я Пришел К Такому Интересному Выводу Что Если Эти Люди Овощи То Очевидно Они Как-то Иначе Должны Размножаться Потому Что И Реакция У них На Все Должна Другая И Мировосприятие У них Другое И Тут Я Понял Короче Ребят Я вам Сейчас Просто Философский Камень Дам Люди Которые Являются Овощами Это Люди Которые Спокойной Ночи Пизда Это Люди Короче Которые Реагируют На Солнце Солнышко Светит Жизнь Заебись Солнышко Не Светит Жизнь Говно А Знаете Почему Знаете Почему Это Люди Которые Не Погружаются Ни Во Что Которых Ничего Интересует И Интересует Только То Что На Поверхности Потому Что Овощ Не Может Думать Овощ Напрямую Зависит От Солнышка Солнышко Светит Фотосинтез Идет Фотосинтез Идет Овощ Растет Цветет Все Пиздато Солнышка Нету Темно Фотосинтез Встал Овощ Спит Жизнь Говно И Знаете Почему Много Этих Людей Ребята Самое Главное Запомните Потому Что Они Размножаются Почкованием Понимаете Почкованием Поэтому 99% Долбоебов Это Овощи И Именно Поэтому Их 99% Потому Что Почкованием Размножаться Намного Проще И Быстрее Чем Сложным Методом Всунул Вынул Забеременела Соответственно Родила Вырастила Понимаете А тут Просто Оторвал Немножечко Посадил И Выросла Вот Так Поэтому Вы можете Заметить Что Очень Большое Количество Людей Реагирует На хорошую Погодку Солнышко Светит Настроение Заебись Поехали За город Играть В бадминтон Работать Не надо Думать Не надо Так Блять Че У нас Винишко Пьем Сигаретки Курим Заебок Короче Сигареток Нету Винишко Пьем Нету Да хуй С ним Просто Под солнышком Гуляем Шашлычок Блять Че Курс Доллара Какой Курс Доллара Че Политика Какая Политика Че Нахуй Ничего Не понимаю Короче Вот Такая Хуйня Это Как раз Блять Очень Выгодная Аудитория Людей Она Вообще Думать Не умеет Вот Потому Что Если Начинать Думать То Блять Можно Из овоща Превратиться В мыслящий Все Сразу Очень Сложно И Чем Больше Ты Начинаешь Мыслить Тем Сложнее Оказывается Все Просто Пиздец Как Все Оказывается Сложно Политика Деньги Заработки Женщины Семья Ну Просто Там Пиздец Просто Ногу Сломишь Ответственность Блять Ну Это Нереально Ребята Вот А так Блять Я же Говорю Фотосинтез Солнышко Блять Винишки Сигаретки Шашлычок Блять Все Пиздато Запомните Эту Хуйню И каждый Раз Когда будете Видеть Дегенерат Рядом Вы Его Спрашиваете Блять Сколько Он Отпочковал От себя Блять Отростков Нахуй Вот такая Хуйня Да Я Сегодня Блять Я сегодня Хорош На всякую Поебень Но Вот Такая Вот У меня Блять Формируется Жизненная Философия Короче Да Евген Ты Понял Ты Понял Мысль Генеральную Ты Понял Мой посыл По жизни Проще Быть Овощем У меня 5 С СССР Блять Да Ох Точно Блять Мы Ломаем Систему Просто Да Ребят Как вам Натюрморт Кстати Заебись Смотрите Я и цветы Я О чем Конкретно Ты Конкретно Поясни За что Базар Идет Ты Поясни За что Базар По-моему Классно Можете Скринить Блять Валероны Цветочки Назвать Блять Фотографии Да Четко Рабкова Не видать Ну Вы Полайкайте Хотя бы В натуре Чай Классный Валероны Цветочки Мама Сдач Привела Привезла А вот Так Будет Валерон Бит Сухой Цветочки Спасибо Агата Это Новый Вид Бизнеса Блять Короче Скрините Меня А потом Блять Мы Это Все Распродаем Базар Обо Всем Да Житуха Блять Вся Хуйня Да Такие Дела Следующий Вопрос Должен Быть Ты Зэк Я Скажу Каешь Брату Каешь Только Откинулся Только Вот Только Недавно Ох Нихуясь Археологов Всех Глинамесов Блять Всех Глинамесов С днем Археолога Блять Напишите Сегодня Мэнсфизиком Эту Тему Короче Будет Офарше Обязательно Вы главное Не забудьте Сегодня Мэнсфизиков Поздравить С днем Археолога Потому что Они Глинамесы Блять Блять Пиздец Конечно Сегодня Просто Повеселили Меня Да Красавчик Спасибо Я знаю Кого-то Видимо Зацепило Из Мэнсфизиков Даже Вухин Еще Тот Гондон Так Я Есть Тролли С Гарри Поттером Блять Ты Перестань Такие Дрянь Такую Писать Я Сейчас Заплачу Просто Зачем Ты Не Надо Так Со Ай Ай Опять Опять Стреляют С Украины Да Что Ж Такое Это Ебаный В рот Какая Неожиданность Ребят Поворот Какой Неожиданный А мы Думали Все Мир Во всем Мир Не Будут Стреля Они Стреляют Опять Ах Что Что Ж Это Делается Перестань Нехорошо Не надо Не надо Так Делать Не надо Так Делать Заебался Если Честно Сколько Еще Худешь Сколько Худешь Да Хуй Его Знаешь Я Был Гормон Роста Продал Я Поставлял Был Ростан Чтобы Были Здоровее Ахуен Ахуен Очень интересно Меня не зовут Я сам Прихожу Сейчас Ростан Да Сейчас Ростан В конце Месяца Хайген Должен Прийти Здорово Здорово Очень жду Очень соскучился Давно Не виделись Нет Не пробовал Пробовала Не пробовал Буде Здраве Братце Буде Жатецкий Гусь Хорошечно А ты Молодец Хорошечно Да По вене Гоняю Каждый День Не могу Без Инсулина Дюжа Хорошечно Спасибо Пока Какие Гормоны Ване Дают Гормон Что Ване Рекламирует Нормально Калатавлю Немножечко Калатавлю Есть такое Дело Да Гуша Мая Я не знаю Ребят Пока не соберу Нужное количество Денег Буду Вебинарить Просто Мне сказали Работай Хуль ты ленишься Я и говорю Окей Буду Буду Работать Привет Привет Аргинин Ем Втираю Колю Клизмами Ставлю Куда же без Аргинина Братюнин Ну ты чё Конечно Я на Аргинине 31 год Представляешь Я стар Я стар Как Тора Даже старее Соединёнными Соединёнными Штатами Америки Ты думала Мне 50 Слушай Ну На вид По твоей аватарке Тебе лет 12 Без обид Конечно Я понимаю Капсула Капсула БЦА Да 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 13 Маленькая Иди прочь Отсюда У тебя Даже Паспорта Нет Ещё Меня Сейчас Как возьмут Как арестуют Как посадят Не надо Уходи Уходи Иди Покемонов Лови Иди Покемонов Лови Скорее Так Ладно Пошла Вон Отсюда Взрослый Дяденька Сидит Она тут Пришла Блять Нарисовалась Ебты Манда Маленькая Ребят Мне кажется Вадима Надо вместе С Дашей Отправлять Залётные Ребята Залётные О Сука Здорово Я тоже Считаю Что Период Прямо Скажем Непростой Сейчас Вот Как Начался Он В Царской России Непростой Это Этот Период И вот Он Продолжается Да Такой Знаете Непростой Период То Революция То Коммунисты То Большевики То Демократия Ой Батюшки Что Делается Родненькие Мои Дюжа Нехорошечно Нехорошечно Это Все И так Что И так Что Я думаю Что Что А что Тут Думать Фотосинтез Нужен Фотосинтез На солнце Смешно Смотрятся Мои Длинные Волосы Да Такие Блять Как будто Меня Это Током Ебнуло И Последние Три Волосина Встали Дыбом У меня На голове Приколюшечка Дюжа Хорошечно Выглядит Я Молодец Конечно Брею Да Заходи Твой Збрею Тоже Пока Я никак не могу понять Почему они все время Все про хуй Ребята Это какие-то проблемы У них что ли Или что Все интересуются хуем И мальчики И девочки А Ну что делается Ну Я надеюсь Читая вот эти вещи Вы делаете для себя Комментарии О том Насколько Высокоинтеллектуально Развиты Население Населения Нашей страны Особенно Особенно Молодежь Видите То есть Семимильными шагами Идет прогресс И Увеличение Доступности Образования Для молодежи Семимильными шагами На глазах Люди становятся умнее И Не зря Интернет Приходит В каждое село Не зря Не зря Я считаю Что это Очень хорошо Нет Там уже Нечего Поднимать Я думаю Что просто Действительно Действительно Айки Увеличивается Мы развиваемся А я Дрочу Ну Короче Ребят Вы сами Все поняли Это Пиздец Красавчик Ты все Понял Что я Имел Ввиду Вот Короче Короче Я пошел Есть мясо Вам желаю Не размножаться Почкованием Не становиться Злыми Блять И не тупеть Оставаться Умными Блять Добрыми И делать Что нибудь Хорошее Всегда Чтобы Ни один день Блять Не прошел Блять Без хоть Какого Нибудь Одного Хорошего Дела И наплевать Что в это Хорошее Дело Вы вложите Фантик Выкинете В мусорку Или просто Говна Не сделаете Это уже Будет Хорошо Вот Люблю Всех Как обычно Наверное Теперь До вечера Покеда Субтитры Продолжение следует...